Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вас встречаю не в саду, как обычно, а на кухне. Сегодня немножко необычное видео. У меня молочный день, я так его называю. Готовлю сегодня творог, готовлю топленое масло, собираю сливки и хочу все это вам показать. Молоко я использую домашнее, жирное. Посмотрите, сколько сливок собралось. Эти сливки можно собрать отдельно и использовать их в питании или взбивать масло. Но я делаю сегодня творог из жирного молока. Молоко я слила в кастрюлю. Кастрюля должна быть с толстым дном. Молоко у меня постояло сутки, хорошо село, сквасилось. Получился кефир или, как раньше в детстве, всегда называли это кисляк. В общем, делаю творог из жирного молока. Сквашенное молоко ставлю на самый слабый огонь, который есть на печи у меня. Я на самую маленькую комфорку ставлю. И потихоньку масса начинает прогреваться. Как только температура поднимается потихоньку, сразу начинает отделяться сыворотка. Потихоньку нужно перемешивать всю массу, стараться не разбивать сильно эти комочки. Они должны быть не крупные, но и не мелкие. Перемешиваем для того, чтобы вся масса равномерно и хорошо прогревалась. Тогда творог получается красивый, ровненький, рассыпчатый. Повторюсь, что массу сильно разбивать не нужно. Перемешиваем очень и очень аккуратненько всегда, деликатно так. Я вам показываю, что я постоянно ее мешаю, но это не так. Просто я, чтобы сократить видео, я перемешиваю, потом на какое-то время оставляю, занимаюсь другими делами, а масса прогревается. Потом снова подхожу, аккуратненько снова перемешиваю и снова ухожу, занимаюсь своими делами. Вообще весь процесс этот приготовления домашнего творога занимает примерно 20-30 минут на тихом-тихом огне. Через какое-то время уже можно видеть, как хорошо отделяется сыворотка. На камеру не видно, на самом деле сыворотка немножко такая зеленоватая становится. И вот уже такой видно, что творожок хорошо сформирован, такой немножко зернистый уже даже получается. Снова перемешиваю и оставляю прогреваться дальше. До кипения доводить нельзя. Прогревать нужно примерно до 70 градусов. Градусником я не пользуюсь, я все делаю это на глаз, потому что я с детства знаю, как готовится творог. У нас все время была корова, все время мама готовила творог, собирала сливки, делала масло, взбивала. Взбивали мы все по очереди из сливок. Итак, у меня масса уже прогрелась до 70 градусов. Я оставила ее остыть на какое-то время. Теперь я сливаю всю эту сыворотку. Сыворотка очень вкусная, она не кислая, которую мы покупаем в магазине. Домашняя сыворотка, она чуть сладковатая, очень и очень приятная. И сливаю теперь отдельно массу, чтобы отделить оставшуюся сыворотку и творог. Чтобы сыворотка хорошо отделилась, оставляю примерно на 2-3 часа. Сыворотка стекает хорошо, больше я никак не отжимаю, не гнет, не кладу. Это вполне достаточно. Меня устраивает и влажность творога. Тем более видно, насколько он красивый, насколько он зернистый, рыхлый и умеренной влажности. Раньше в детстве, я помню, мама творог откидывала на марлю, связывала концы, подвешивала на крючочек. И творог висел над кастрюлей, под тяжестью творога сыворотка отделялась. Творог получался сухой, ну тоже очень и очень вкусный. В общем, я делаю немножко по-другому. Я отделяю творог от сыворотки просто через сито. Насколько красивый, рассыпчатый, зернистый, очень нежный на вкус получается этот творог. Конечно, творог из жирного молока получается более жирный. И сыворотка получается намного вкуснее из жирного молока. Молочная сыворотка очень полезный продукт. Ее можно использовать как самостоятельный вкусный полезный напиток. Из нее можно готовить вкуснейшую окружку, а также добавлять в дрожжевое тесто для пирогов, пирожков. Ну, а творог, конечно, незаменим для приготовления творожных запеканок, ватрушек для приготовления домашних вкуснейших вареников с творогом, готовить пряники, печенье на основе творога. Я всегда к новогодним праздникам готовлю рождественский штолен. Получается очень вкусная, нежная, насыщенная выпечка. И, конечно, творог можно использовать как самостоятельный продукт на завтрак или на ужин. Несколько ложечек творога, немножко меда. Добавляю туда сливки или покупную сметану, если нету сливок. Перемешиваю и вкусный и полезный завтрак готов. На домашнем молоке всегда образуются вверху сливки. Иногда я творог делаю из обезжиренного молока и тогда сливки эти собираю. Молоко должно постоять примерно сутки, чтобы вот такие сливки отделились от молока. Я их аккуратно собираю, использую такую ложку. Немножко небольшой слой сливок оставляю, чтобы не затронуть молоко, чтобы молоко не попало в сливки. Открываю вторую банку и снова собираю сливки. В итоге у меня из двух банок получилась пол-литровая баночка сливок и еще немножко в пиалке. Сливки очень вкусные, жирные. Из этих сливок можно получить домашнее масло. В детстве мама собирала сливки в трехлитровую банку, закрывала крышкой плотной и мы по очереди все эту банку взбивали. То есть в руках трясли ее до образования масла. Отделялась жидкость, отделялось масло, собирали масло отдельно, промывала мама водичкой и формировала вот такой вот кусочек масла. Конечно, домашнее масло несравнимо с покупным. Можно видеть, какого цвета даже домашнее масло и какого цвета покупное масло. Ну а вкус, конечно, тут тоже несравним. Ну а сейчас я буду готовить топленое масло. Я взяла покупное масло. Масло жирное должно быть. У меня 700 граммов. Я его нарезала на кусочки, отправила в кастрюлю с толстым дном и на тихом огне растапливаю вот до такой однородной массы и даю дальше прогреваться. Сначала масса такая желтая, мутноватая, затем появляется пенка постепенно, масло закипает и должно какое-то время прокипеть. Примерно 15-20 минут, все зависит от объема. Прокипеть нужно дать до того момента, когда масса станет уже такой прозрачной, тентарной, золотистой, очень красивой. Здесь главное не перегреть масло. Внизу на дне можно видеть осел белок, вверху пенку собрали и эту прозрачную массу можно уже сливать. Сливаю я через марлю, чтобы никакие другие частицы не попали, чтобы масло было чистенькое. Масло получается золотистое, янтарное, очень красивое. Похоже даже на майский мед. Это масло очень полезное, его еще называют масло кхи. Его можно использовать при жарке, оно не выделяет никаких канцерогенов, даже рекомендуют по чайной ложечке каждый день его съедать. Оно содержит полезные для организма жиры. Вот такой продукт мы можем сами приготовить из покупного масла, но главное берите масло жирное, жирностью 82%. Можно готовить и из домашнего масла. И через час уже масло стало застывать, у него такая вот консистенция. Дать ему полностью остыть, закрывать крышкой можно и отправлять в холодильник на хранение. Можно хранить и при комнатной температуре. Если вы храните в холодильнике, оно будет храниться очень долго, до полугода. При комнатной температуре оно достаточно долго тоже хранится. В холодильнике оно будет более твердым, а при комнатной температуре оно мягенькое всегда. Можно в любой момент достать, взять ложечку и намазать, например, на хлеб и съесть бутерброд. Полезный, вкусный, аппетитный. А на сегодня у меня все. Надеюсь, вам видео понравилось, было интересным, возможно, даже полезным. Напишите об этом в комментариях. До новых встреч, друзья! Я вам желаю мира, добра, крепкого здоровья и вкусных и полезных рецептов. До свидания! Субтитры подогнал «Симон»